Добрый день, уважаемые любители рок-музыки! Уже прошло полгода, как мы приехали из Турции, но не все вам показали. Поэтому сейчас покажем еще одну серию, которую мы назвали «Один день из жизни рок-звезды в Турции». Ну как, видок? Отлично, супер. Похож я на супер-звезду? Да, да, да. А я и есть русская рок-звезда. Турецкая рок-звезда. Признали, признали, наконец-то у меня в Турции. Турецкая теперь я рок-звезда. А ну-ка, вместе вы покажем. Вот так покажу. А вы говорите, что мы зря приехали, зашли в этот магазин. Тут прекрасные фески продают. Да что вы. Теперь я похож на человека. О, не дас соврать. Похож я на человека? Да. А? А ну еще раз говорите. Да? Да. А вы говорили, уважаемые любители рок-музыки, что я не похож на рок-звезду. Я самая настоящая рок-звезда. Теперь уже и турецкая. Арабская меня признали. Назвали меня арабским рок-шейхом. Да. Да, в Дубае. Дубае, а теперь уже я турецкий рок-султан. Мы пошли завтракать. Хорошо. Дать тебе что-нибудь идею. Ну как вы? Что вы? Да. Меня признали там турецкой рок-звездой в магазине. Я не попрошу. Да вы что? Все понимаете? Говорит, что я похож на рок-звезду. Похож? Доброе утро, добрый день. И рок-звезда. Рок-стар. А, рок-стар. Окей. Вы знаете, уважаемый любитель рок-музыки, ну такого богатства вы нигде не найдете. Это специально все для рок-звезды сделано. Для волшек, а я знаю. Как узнали, что я проезжаю, поля на крыльях. Видите? Выбор богатейший. А я же не жадный, я гору всем. Ну идите, берите все. Что же мне жалко? Пусть все туристы едят. Красоту. Мне не жалко. Уважаемый любитель рок-музыки. Я же русская рок-звезда, поймите. Мне не жалко, это же деликатес, сын, мне не жалко. Уважаемый любитель рок-музыки, вот вы знаете, турки очень любят хлеб и умеют его делать. Очень вкусный хлеб, реально. Но угадайте, из какой пшеницы они его делают. А я вам отвечу, из русской. Потому что русская пшеница самая лучшая. Ее закупают очень многие страны, арабские, Египет в том числе. Потому что мы стали самыми крупными производителями пшеницы. В мире. По прошлому году, по-моему, 117 или 137 миллионов тонн произвели. Ну вот так. А вы говорите санкции. А вот вам и импортозамещение. Хлебушек-то наш вкусный. Русское зернышко. Русский хлебушек. Переработанный в умелых турецких руках. А вот тут вот, я потом подойду, чуть позже. Делают вкусные омлеты. Умеют. Вот что хочу сказать. Умеют. Микс с грибочками, с зеленью, с помидорами, с огурчиками. Все вместе там. Что хочу отметить, что здесь прекрасные завтраки. Прекрасные. Все свежие. Многообразные. Все вкусно, кроме контрольную проверку, я не выдерживаю. Кофе горький. Но хоть как-то им не говори. Молока больше налить, все равно. Горький кофе проносят. Латта причем. Это же молочный. А горький. Ну ничего. Ничем не мероприятие. Ничего. Мы как-то справимся с этим. Переживем. Чаю попьем. Турецкого. Чай у них прекрасный. Тоже надо отдать должное. Турецкий чай. Они любят чай и умеют его готовить. И пьют везде и повсеместно. Поэтому мы с собой везем пакет. Во-первых, настоящего чая. А во-вторых, еще пакет чая гранатового. Из гранатовых листьев. Это натуральный гранатовый такой красный чай. В отличие от каркаде. Считается, что это просто у них вот чистый. Ну, будем смотреть. Уважаемые любители рок-музыки. А вот эта аллея у них называется Аллея Победителей. И сюда пускают только те, кто чего-то в этой жизни добился. Особенно рок-звезд любят сюда запускать. Таких, как Волощук СД. И вот я иду под этими пальмами и наслаждаюсь жизнью. Ах, восхищенная публика смотрит на меня и приветствует. Хевар, как дела? Доброе утро, здравствуйте. Проходил мимо, не мог пройти. Думать, я же мой друг. Где мой новый друг? Юный, мой юный друг. Вот так. Это юный, но прекрасный друг. Он сразу же подписал, что на меня. Понимаете, вот как люди. Ну все, спасибо. Всем привет, дорогие подписчики. Феска супер. Феска подошла. Супер, Феска. И люди тут супер. Вот что самое главное. Что не зря приехали в Турцию, познакомились с прекрасными людьми. И заполучили здесь массу подписчиков. Давайте, мужики, держитесь. А этот мост тоже называется мост к вершинам славы. Видите, он такой на подъем идет. Сюда пускают только те, кто достоин выйти на вершины рок-олимпа. То есть для Волчука СД специально сделали. Ну что ты будешь делать? Куда не приеду, все для меня делают. А вы говорите, что все будет плохо. Все будет великолепно. Уважаемый любитель рок-музыки. А помните тот анекдот знаменитый про Советский Союз? Про красный флаг. Значит, прилетает иностранец в Советский Союз. А у нас же дороги не ремонтировали. Где-то что-то перебито. Где-то люки открытые. И он шел по вечерней Москве. И попал в люк. И ноги переломал. Его оттуда вытаскивают. И он говорит, ну что же вы, хоть бы какие-то оградки и красные флажки поставили. Они ему говорят, ты что, мужик? Ты же в аэропорту приземлился. Красный флаг на аэропорту видел? Так что тебе еще надо? Мы тебя предупредили обо всем. Так и здесь. Вот этот флажок у них означает, что сегодня будет ветер. А вот тот, желто-красный. Что можно плавать, ветер не сильный. Вот об этом это говорит. Ну а у нас, вы поняли, как раз флаг иностранцам показывают сразу в аэропорту по мея прилета. Вот он. Знаменитый номер П-105. Спросите, а чем он знаменит? А я вам отвечу. А тем, что в скором будущем. Вот здесь будет табличка. Здесь останавливался Рок Стар Волочук СД. И снизу будет приписка. Цена в три раза выше, чем в обычном. Ну а как? Вы же понимаете, подзарядиться от моей энергетики. Это дорогого стоит, ребята. Извините. Так что бронируйте места в П-105, гостиница Либерти ФБ. Бронируйте. Пока не дорого, пока только в три раза дороже. Уважаемые любители рок-музыки, у нас уже складывается традиция. Из каждого рок-путешествия привозить по песне с местным колоритом. И из Турции мы также решили привезти песню. Без этого никак нельзя. Но, к сожалению, здесь не оказалось музыкального магазина, где я обычно покупаю какую-нибудь гитару, на которой я и привык сочинять. Здесь был только один инструмент, продавали на весь город. Вот этот барабанчик. Зато местный, турецкий. Поэтому я сочинял песню с помощью вот этого прекрасного музыкального инструмента, который скоро и прозвучит в эфире. Вы думаете, она будет в стиле раги? Нет, вы заблуждаетесь. Она будет с национальным турецким колоритом. А это шляпку а-ля Боб Марли я прикупил в поездке в одно экскурсионное. Но не смог удержаться. Такая прекрасная шляпка. Нельзя было ее оставить здесь. Я ее забрал. Но песня будет турецкая. И припев будет звучать приблизительно вот так. Волны брещут, солнце светит, освежает легкий бриз. Пиво море, all inclusive, наслаждайся, веселись. Только помни, россиянин, ждет тебя страна всегда. Да, набирайся сил побольше для ударного труда. Ну как вам? Такая наработочка. Всем привет любителям регги, любителям рок-н-ролла и любителям умца-умца турецкого. Мы наконец-то завершили строительство собственной репетиционной базы. И буквально мы проезжаем из Турции. Начинаем ее укомплектовывать аппаратурой. И начинаем набирать музыкантов для гастрольной деятельности. Вы скажете, а у тебя же там есть музыканты, твои дети. Мои дети, извините меня, школьники и студенты. А я их не могу дергать и возить по гастролям. У них своя жизнь. Пускай учатся, а потом уже становятся тем, кем захотят. В студии они мне помогают. И еще хочу вам рассказать, характеризуя этот отель. Здесь есть несколько номеров очень прикольных. Которых вместо балконов бассейны с прозрачной стенкой. Вон они, обратите внимание, посредине. На четвертом этаже, видите, наполненные водой. То есть даже спускаться в бассейн не надо. Там бассейн у тебя прямо в номере. Прикольно, согласитесь. И он еще в том корпусе, точно таких же два. У нас вилла отдельная. У нас просто выход в бассейн прямо из номера. Тоже прикольно. И здесь еще будут выступать какие-то рокеры. Мы вам обязательно покажем какие-то рок-н-ролльщики. Пройдем, послушаем концерт, посмотрим. Но мне это нравится. И вот смотрите, там ресторанчик. Там тоже вживую, ребята, работают саксофонист и гитарист. Ну, отсюда их не видно, но слышно, я слышу. То есть, видите, тут в разных даже заведениях вживую работают музыканты. И сегодня на променаде. Перед заходом в рыбный ресторан тоже сидели музыканты, саксофонисты, гитаристы. Поэтому мне этот отель нравится. Ненавязчивость персонала. Никто тебе не навязывается. Все есть на пляжах и вокруг этих бассейнов, разные ресторанчики, бары. Всего достаточно мест вполне много. Всегда можно сесть и спокойно наслаждаться жизнью. Ну, вот видите, другой ресторанчик прямо рядом с концертным залом. Живые музыканты. Реально живые. Клавишник и саксофонист. Класс. Мне очень нравится этот отель. Хороший. Сейчас мы астаграммимся. Я Айскопи. Великий продюсер и режиссер АйТи. Под хорошую музыку. Подживую. Это уже наши друзья-профильники. Я прохожу. Хороший саксофонист. Мне нравится. Чисто работает. Аккуратненько и эмоционально. Молодец. Уважаемые любители рок-музыки. Мы покидаем это гостеприимное место. И идем готовиться к завтрашним путешествиям. А у нас планов громадьона завтра. Но я не буду вам их раскрывать. Пусть это останется для вас приятной неожиданностью. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук.